приветствую вас друзья меня зовут елена тарарина это наш третий урок где я продолжаю делиться с вами практическими рекомендациями о использовании методов арт-терапии в работе с детьми сегодня я хочу рассказать вам сразу перейдем к практике о том что такое комплексная работа практического психолога работая в школе более 10 лет я обратил внимание на то что психологи очень часто в работе с детьми очень сильно перетягивают идеала на себя не забывайте что наша задача создать поле в котором ребенок будет получать комплексные воздействия задайте себе вопрос как вы выстраиваете коррекционную программу для ребенка включена ли вашу программу класс классный руководитель социальный педагог школу все педагоги школу родители если нет ваша программа теряет свою эффективность когда я провожу обычную классическую диагностику с ребенком я собираю микро педсовет где находится классный руководитель родители ребенка социальный педагог психолог и сам ребенок я всем рассказываю и предлагаю те этапы и элементы работы которые я вижу продуктивными для организации помощи этому ребенку независимо от возраста ребенка подобные микро психолога педагогические советы я провожу с ребятами начиная от 6 лет и когда классный руководитель присутствия ребенка понимает что он будет делать и ребенок понимает почему он делает то что он делает когда социальный педагог проговаривают в присутствии всех свои задачи беря на себя при этом обязательства когда мама понимает что перед дней стоит вот такой-то фокус и вот такой-то ракурс мы работаем на очень высоком уровне осознанности и мы получаем совсем другие результаты когда ребенок понимает что все сообщество вокруг него нацелено чтобы помочь ему они тюкает его постоянно тюкает мы получаем совсем другие результаты обратите внимание в организации арт-терапевтической работы с детьми есть такой очень важный момент который называется комплексный подход кого можно подключить к этому взаимодействию кто осознанный ответственный взрослый который готов взять на себя ответственность да скажите вы классные руководители не всегда готовы что-то делать я с вами абсолютно соглашусь вы правы но знаете в моей практике я всегда находила такие задачи для классного руководителя которую в состоянии сделать не надо писать огромные программы на 12 тысяч часов попросите классного руководителя выполнять три простые действия каждый раз во время коммуникации с этим ребенком или включить в классный час какую-то тему которая может быть полезна этому ребенку ведь это просто это просто проверить и потом каждый месяц я собирала информацию со всех участников нашей комплексной программы и я понимала как мы двигаемся безусловно большая часть работы лежала и на мне как психологи в том числе но как вы думаете понимала ли сообщество что делает психолог понимала ли ребенок как все пытаются ему помочь и поддержать его понимала ли мама что все участвуют и если она не выполнит свое то причиной возможной причиной каких-то неудач будет мамон промах и тогда мы получаем осознанную ответственную вот эту ситуацию когда каждый взрослый и ребенок в том числе получая свои задания выполняет их это очень важный методологический момент в организации практической работы и выказание психологической коррекционной помощи детям на обучающем курсе арсерапия в работе с детьми и рассказываю очень много подобных практических примеров потому что это очень важно создать пространство в котором всем будет комфортно и где никто не будет чувствовать что его заставили запихнули нагрузили буду рада видеть вас на этом курсе и буду рада быть вам полезна в наших других видео ставьте лайк если то что вы сейчас услышали по поводу организации комплексной работы с детьми вам было полезно вам было ценно и вы можете попробовать использовать это в своей практике до новых встреч друзья